Депутат Госдумы Андрей Макаров выступил с публичным отчетом. Посмотреть выступление можно было в режиме онлайн. Если пропустили, Валерий Седов расскажет об основных темах. Губернатор региона Николай Любимов вручил многодетным семьям награды. В зале торжественных приемов правительства области присутствовала Анна Герцовская. Воинство небесное и воинство земное. В художественном музее имени Пожалуйста на открылась выставка религиозного русского искусства. Приурочили ее к 800-летию князя Александра Невского. Поддержка малого бизнеса и финансирование бюджета региона. Эти и другие вопросы поднял председатель комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Андрей Макаров во время публичного отчета. Он прошел в формате открытого диалога с жителями области для подведения итогов пятилетней работы. Главное достижение правительства в том, что уровень социальной поддержки не снизился. Такое заявление сделал Андрей Макаров во время публичного отчета. Для подведения итогов пятилетней работы был выбран формат открытого диалога между депутатом Государственной Думы и рязанцами. За пять лет, вот эти пять лет, объем финансовой поддержки области из федерального бюджета вырос в два раза. Много это или мало? Вот специально вывели цифры. 2016 год – 11 миллиардов, 21 год – почти 23. Андрей Макаров подчеркнул, что это без учета коронавирусных средств. Выросло и финансирование на поддержку национальных проектов, а также на реализацию региональных мероприятий в три раза. Здравоохранение не осталось в стороне. За пять лет в Рязанской области открылись стационарный лечебный корпус больницы имени Семашко на 168 коек. Новое БСМП начато строительство главного лечебного онкодиспансера. Андрей Макаров настаивал на том, чтобы ни в вопросах из зала, ни из интернета не было цензуры. Поэтому и поговорили об острых темах. Например, о ФАПе Федякина, который должен был появиться еще три года назад. Но проект так и не реализовали. Министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий пообещал, что ФАП заработает 1 ноября. Другой вопрос – дороги. Депутата возмутил тот факт, что деньги, которые направили из федерального центра на ремонт, а это почти полмиллиарда рублей, город вернул в государственную казну. Это та программа, с которой «Единая Россия». Я сейчас говорю не только о том, что «Единая Россия» шла на выборы в 2016 году. В 2016 году. Вы знаете, мне кажется, очень важно, ее же может посмотреть каждый человек и увидеть, что выполнено, что не выполнено. Мы разговариваем с людьми и говорили о том, мы вот это обещали, мы это выполнили. Мы это не выполнили. Почему не выполнили? Кто отвечает за это и когда мы это выполним? Тогда люди все поймут. Андрей Макаров рассказал и об основных направлениях федеральной поддержки региона в 2021 году. Это в том числе компенсация части затрат производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий, приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19, развитие дорожного хозяйства в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Валерий Седов, телекомпания «Город». Губернатор региона Николай Любимов вручил награды. Церемония приурочена к Международному дню семьи и состоялась 14 мая в зале торжественных приемов правительства области. В правительстве Рязанской области состоялась церемония награждения, приуроченная к Международному дню семьи, который отмечается 15 мая. За заслуги в воспитании детей, большой вклад в возрождение и развитие лучших семейных традиций, около 50 семей со всей области получили региональные награды – почетные знаки «Родительская доблесть», «За веру и добродетель» и премии «Признание». Награду вручил губернатор Николай Любимов. Он отметил, что в зале собрались самые достойные семьи региона. Дать ребенку воспитание, определить правильные жизненные ориентиры, стремление к саморазвитию и получению качественного образования – непростая задача, требующая безусловной любви к детям и самоотдачи, отметил глава региона. То, как вы справляетесь со своими родительскими задачами, ваша забота, внимание и преданность своей семье достойны искреннего восхищения. Вы сохраняете лучшие традиции и устои, духовно-нравственные ценности, которые всегда были и остаются достойным народа нашей страны. Большинство приглашенных семей могут похвастаться успехами своих детей в учебе, творчестве и спорте. На награждение глава региона отметил, что в России сейчас уделяется большое внимание повышению возможностей для получения бесплатного образования, строительства новых современных школ и финансового обеспечения семей с детьми. Сегодня на государственном уровне уделяется колоссальное внимание в поддержке семьи, материнства и детства. В своем ежегодном послании к Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обозначил эти вопросы в числе самых приоритетных. И уже сейчас активно ведется работа по исполнению решений главы государства. Для семей, собравшихся в зале правительства, воспитание детей – не работа, а жизнь, как и для всех остальных в нашем регионе. Однако именно эти люди были отмечены, чтобы стать для других ориентиром. Если все больше семей будут проявлять себя наилучшим образом, наше общество с каждым годом будет развиваться. Анна Герцовская, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Муниципальные предприятия принимают участие в субботниках. Например, сотрудники водоканала сегодня приводили в порядок территорию лесопарка. Этот субботник, как и многие другие, посвящен теме городской среды и экологичного поведения. Наведение порядка проводится для того, чтобы рязанцы и гости города могли проводить лето на благоустроенных территориях. Большое внимание было уделено дикорастущим деревьям. Силами ДБГ сотрудников проводится уборка и опиловка дикорастущих порослей, опиловка деревьев и сбор случайного мусора. Также нам помогают сотрудники администрации. В этом году лесопарк, как и многие другие территории, участвует в голосовании по формированию комфортной городской среды. Оно проходит онлайн, начиная с 26 апреля и до конца мая. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Через наши руки проходит огромное количество банкнот. Мы нередко рассчитываемся наличкой на рынке в магазине или транспорте. Может ли человек, не являющийся специалистом, не обращаясь в банк, где деньги проверяют при помощи специальной аппаратуры, выявить фальшивку? Об этом расскажем в следующем сюжете. Одна фальшивая монета и 80 поддельных банкнот Банка России. Таковы итоги первого квартала этого года в Рязанской области. Традиционно основная доля подделок – это купюры номиналом 5000 рублей. На них приходится 87% от общего количества выявленных фальшивок. Реже стали имитировать банкноты номиналом 1000 рублей. 7 единиц против 18 годом ранее. В арсенале мошенников также встречались две поддельные купюры в 2000 рублей и одна номиналом 500 рублей. Обнаружили эксперты одну фальшивую монету 10 рублей. Также с января по март этого года в Рязанской области выявили 20-50 долларовых банкнот. Эксперты напоминают, чтобы не нарваться на подделку, важно знать защитные признаки купюр. При проверке банкнот в основном мы обращаем внимание на водяные знаки. То есть если мы на просвет посмотрим на банкноту, то в купонных полях мы увидим многотоновые водяные знаки. Также на защитную нить, тоже на просвет мы можем ее контролировать. То есть это будет полоса. При наклоне банкноты мы увидим та же самая защитная нить. Цифры на ней с номиналом будут перемещаться. Радужные полоски возникают при наклоне банкноты. Отчетливо их видно. В гербе вот эта вот светлая полоса на фоне герба, она перемещается при наклоне банкноты. Когда банкноты печатают, их всегда защищают с помощью особых технологий. Наносят микроперфорацию, микропечать и микроузоры, совмещенные изображения, плавные и резкие цветопереходы и оптические эффекты. На просвет мы можем увидеть микроперфорацию. То есть мы посмотрим, и она соответствует номиналу банкноты. Если микроперфорация будет как бы шершавой банкноты, то это уже повод задуматься, что, скорее всего, что-то с банкноты не то. А что мы сейчас смотрим? Повышенная рельефность изображения. То есть вот надпись «Билет Банка России», метка для людей с ослабленным зрением. Вот эти реснички такие вот тут справа и слева от банкнота, они имеют повышенный рельеф. То есть мы, например, взяли банкнот, мы посмотрели на просвет, крутили этот ход, провели в банкноте. Вот все нормально. При сомнении в подлинности банкноты вы можете обратиться в любую кредитную организацию. Они либо сами определяют подлинность банкноты, либо отправят, если у них возникнут экспертизы к нам, на экспертизу в отделении Рязани. Важно, чтобы подделки могли уверенно выявлять те, кто постоянно работает с деньгами. Сегодня кассовые работники розничных сетей могут пройти бесплатный дистанционный курс по определению подлинности и платежеспособности российских денежных знаков. Курс доступен на сайте Университета Банка России. Олеся Котровская, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». А теперь к главным темам недели. Одной из гордостей Рязанской земли является десантное училище, известное на весь мир. Именно поэтому 9 мая наши десантники по традиции принимают участие в московском военном параде. И несмотря на прохладную дождливую погоду, в этот же день, прибыв в Рязань, устроили смотр строевые песни на площади Победы. Небо над нами, парадный мой, Родина эта, дома, что с тобой. Торжественная встреча парадного батальона курсантов Рязанского десантного училища традиционно состоялась на площади Победы. В составе пешей колонны бойцы прошли маршем, исполняя песни и демонстрируя отличную строевую выучку и слаженность батальона. Увидеть десантников, которые утром 9 мая приняли участие в московском параде, посвященном 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, собрались рязанцы и гости города. Невзирая на дождь и промозглую погоду, как зрители, так и сами курсанты почтили память погибших воинов, защищавших просторы нашей страны и давших веру в светлое будущее. В рамках встречи батальона курсантов, прошедших по Красной площади, состоялась торжественная церемония передачи знамени Победы молодому поколению. Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Иванович Кузнецов передал знамя Победы курсантам Рязанского десантного училища, Академии права управления, а также представителям Рязанского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов боевое братство, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», клубов исторической реконструкции. Участие в патриотическом мероприятии приняли губернатор Рязанской области Николай Любимов, глава муниципального образования Юлия Рокотянская, глава администрации города Елена Сорокина, временно исполняющий должность начальника Рязанского училища ВДВ Руслан Евкодимов, а также руководители силовых ведомств региона. Перед собравшимися выступил ансамбль «Крылатая пехота» и другие исполнители. В этот день здесь звучали песни военных лет, передавая атмосферу тяжелой борьбы за свободу. А после всероссийской минуты молчания для тех, у кого наступали слезы, пришло облегчение. Зазвучала знаменитая песня «День Победы», ознаменовавшая развязку жестокой войны. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Сезон активности клещей начинается в мае, поэтому в этот период в рязанских парках проводят обработку. Теперь прогулки в этих местах отдыха станут безопасными. Сегодня утром парки закрыты. По ним ездят автомобили, с которых на территорию зоны отдыха распыляют препарат российского производства. Так в Рязани началась акарицидная обработка от клещей. Эффективность у него довольно-таки очень высокая. Остаточное действие 30-45 дней. Препарат мы используем на масляной основе, то есть высокая прилипаемость на подстилку идет. Если будут дожди какие-то, то смываемость очень это низкая. Людей, кстати, такое зрелище не пугает. Вот они спокойно гуляют по аллеям и сидят на площадках. Никого не смутили ни запрещающей таблички, ни красная лента. Сами работники говорят, что для теплокровных вещество не опасно, но нахождение людей во время работ не рекомендуется. Зато уже через час парк можно посещать. ЦПК ИО не единственная площадка, где прошли такие мероприятия. Мы обработали сегодня Комсомольский парк, парк Польско-Советского братства, парк Гагарина, морской славы, лесопарковую зону. И вот это вот у нас уже последний парк сегодня. Эффективность обработки посмотрят уже через три дня. Сделают это те же сотрудники. Но даже после окорицидной обработки не стоит пренебрегать элементарными правилами защиты от клещей. Длинные штаны, носки и закрытая обувь. Все это следует надевать в походах по лиственным и смешанным лесам. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На мусорном полигоне в Рыбновском районе вновь неспокойно. Местные активисты на встрече с представителями местной администрации и прокуратуры вновь подняли вопрос о завозе московского мусора. Мы уже рассказывали об этом ранее. В Рязанскую область едут грузовики со столичного сортировочного центра, что не устраивает местное население категорически. Словесная перепалка ни к чему не привела. Из Косима мусор везут. Так же и из Рязани. Он заключил договор о церкви. Он сюда приводит мусор. Нет, давайте так. С точки зрения, вы представители Рязанской области? Конечно. Вы поддерживаете интерес Рязанской области? Только Рязанской области. Почему тогда мусор с Москвы сюда везут? А потому что здесь не одно. Как представители Рязанской области. Вы должны поддерживать интерес. Я и поддерживаю. Попытку здесь и сейчас взять заборы грунта прервал сильнейший ливень. И к этому разговору стороны пообещали вернуться в ближайший вторник. С гордо поднятой головой в Рязань вернулась суперфиналистка проекта «Голос дети» 13-летняя Маша Политикова. По итогам зрительского голосования Рязаночка заняла третье место. Но особо этому не расстроилась. Всем привет. И я хочу показать вам небольшой кусочек своего города. Это видео 13-летняя Маша Политикова записывала специально для шоу «Голос дети» как визитную карточку города. О том, что ею станет ее голос, Маша тогда даже не думала, но в итоге покорила и зрителей, и жюри. Я готовилась практически год к этому проекту, потому что я прошла кастинг в том году на «Голос дети 7». Но до меня не дошла очередь, все команды уже были наполнены, и нас переставили на этот год. Я на самом деле очень благодарна вселенной за то, что так случилось, потому что если сравнивать меня с прошлым годом и сравнивать меня в этом году, это просто небо и земля. Ее успех в Москве – это еще и успех всех преподавателей. Помимо чистого вокала Маша сегодня танцует, поет в хоре и везде на первых ролях. Руководитель театра «Созвездие добра» Татьяна Червоненко называет ее суперпозитивной и светлой. Я Машу узнала до того, как она еще пришла в театр. Я ее увидела в летнем лагере звездной. Она вышла на сцену, она была такая забавная, в каких-то разных кедах, такая смешная. И я еще тогда обратила на нее внимание, на эту девчонку, которая такая вот светлая, и улыбалась, рот всегда был до ушей. И вот, наверное, взгляд на жизнь, вот этот позитивный настрой, он очень помогает детям продвигаться. Самое главное – это верить в то, что там впереди все будет замечательно и хорошо. Кто точно знал, что все будет хорошо – мама Маши. Как вспоминает Оксана Политикова, первый раз девочка запела во втором классе «Русские народные». Получилось отлично. Впрочем, только лишь пением девочку не ограничивали. Она вообще разносторонний человек, как вы уже заметили. Она побывала уже, мы с ней прошли, наверное, все кружки, которые только возможны. Как говорят, что ребенок должен до 10 лет попробовать все. Вот мы сделали, наверное, все возможным. И гимнастикой, и танцами, и прикладным творчеством, и английским языком. То есть занимались всем возможным. Сегодня день ученицы 63-й Рязанской школы Маши Политиковой буквально расписан поминутно. Помимо эстрады она еще вяжет и лепит из глины. И, как считает Маша, колечко собственного производства. Стало нашего голоса дети для нее счастливым. Впрочем, подробнее о том, как этот телепроект изменил ее жизнь, смотрите в программе «Городские встречи». Выпуск с Машей в самое ближайшее время. Легендарные куклы, которым уже более 80 лет, куклы с цензом 16+, а также новое про чтение истории о добре и зле в известной сказке про Али Бабу и разбойников. С гастролями в Рязань приехал театр кукол Образцова, что в программе артисты и режиссеры рассказали на пресс-конференции. «Старый сеньор И». Три мини-спектакля в одном, четыре куклы и живой саксофон. Гастрольный тур театра Образцова откроет спектакль для взрослых. Очень хотелось на самом деле в этом спектакле, чтобы мы увидели, не иллюстрировать Маркеса, потому что это для меня очень интересный и любимый писатель. Какое-то время был. Вот хотелось сделать ау, чтобы ощущение, что мы существуем в том мире, который создал Маркес. Знаменитая постановка «Волшебная лампа Аладдина» тоже сыграется на сцене Рязанского театра. Это один из первых спектаклей в мире, где использовались привычные нам куклы на тростях. Поставлен спектакль самим Образцовым 80 лет назад. Именно те куклы именно в той постановке и сыграют в Рязани. Хочется, чтобы зрители пришли, чтобы они не пришли на спектакль театра Образцова, а пришли именно в театр, где живое не живое, где театр кукол. Чтобы они перестали бояться. Сегодня вечером, например, очередной раз уже был этот спектакль здесь. Чтобы они перестали бояться. Так это же детский театр, зачем же мы туда пойдем? Да приходите живой. Потому что в каждом из нас живет самый маленький ребенок. В рамках гастролей москвичи покажут также «Три поросенка», «Алибаба» и «Сорок разбойников». Гастроли радуют всех, ведь в течение года перемещение было ограничено. Мы додумывались до того, что, в общем-то, театр в городе – это вещь градообразующая. Потому что если нет театра, то, пожалуй, нет и города, и нет той культурной какой-то ауры и среды, которая делает людей более культурными и в большей степени как бы горожанами. А такой театр и Рязанский, и Образцовский театр. Стоит отметить, что билетов на гастрольные спектакли уже нет. Но начало туров обещает нам новые визиты. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». 13 мая 2021 года в Рязанском художественном музее имени Пожалуйста открылась выставка русского религиозного искусства под общим названием «Воинство небесное» и «Воинство земное». Художественное событие приурочено к 800-летию Александра Невского. Парсуны с изображением Александра Невского второй половины XVIII века входят в постоянную экспозицию Рязанского музея. Русский историк Вернадский говорил, что образ святого благоверного князя Александра Невского воплощает в себе идеал крайней решительности, проявленный им на Западе, и подвиг смирения, обращенный на враждебный тогда Восток. Соборность религиозного мышления связывает образ Александра Невского с целой плеядой святых воинов и их покровителей. Эта общность небесного воинства находит воплощение в памятниках искусства, изобразительный язык которых вырабатывает собственные художественные формы. Произведения, представленные на выставке, призваны обозначить изменения этого изобразительного языка и показать преемственность традиции и актуальность образов святых воинов в современном мире. В эпоху Петра I возникает другая необходимость – связать империю с древнерусским наследием. Это происходит в момент перенесения мощей святого Александра Невского в Петербург. Как раз икона из фондов музея рассказывает об этом событии тоже языком синодального искусства. Здесь уже приемы прямой линейной перспективы и попытка создать объемные изображения. Но все это еще рассказ об иконе. Самый ранний памятник на выставке – двусторонняя икона святой Николы Зарайский «Испас нерукотворный», датированная в XVII веком. Форма бытования подобных икон связана с идеей защиты от бед и врагов, а в соединении образов Николы Зарайского и «Испаса нерукотворного» подчеркнута их охранительная функция. Большую часть экспозиции составят иконы синодального периода, которому характерно обмерщение. Это XVIII-XIX века. Образы святых Георгия Александра Невского, архистратига Михаила, приобретают черты, характерные для античных героев, в барочной или классицистической интерпретации. Это делает их ближе к людям. Для искусства всегда находились такие методы работы с образом, которые позволяли воспринимать образ одного святого или образ целой плеяды святых живым, актуальным и очень пронзительным. Мы здесь видим, как традиции древнерусского искусства и архитектуры, и монументальной живописи, и живописи станковой используются современными мастерами, но не как стилизаторство, не как подделка по старину, а как то, что может обогатить изобразительный язык современного мира. Также выставку дополнят образцы русского религиозного искусства, возрожденного в конце XX-начале XXI веков, на следующую классическую древнерусскую традицию. Экспозиция предлагает возможность отчасти проследить пути формирования актуального и по сей день образа небесного воинства. От зарождения архитектурного замысла до готового проекта храма. От эскизы иконостаса к его воплощению. Выставка продолжит работу с 13 мая по 8 августа 2021 года. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все. Больше новостей, а также интервью с интересными людьми и авторские проекты смотрите на сайте телекомпании и в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова